В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, в неделю по Богоявлению, в неделю по Просвящению, Христос Бог выходит на проповедь. И вселившись в Кокарнаум, по морю Атирско и Сидонско, Галилею язык, свет воссиял. Вели во тьме. В чем же этот свет? Пришел, если и явился, если свет неприступный, Без огня изваряющий, И без сокрушения назыдающий. Трости, надломленные, не преломят, И Лена Бремшегося не угасит, И на имя Его языца уповать и гимнуть. Это Господь наш, воплощенный, кроткий, Агнец Божий в земле и грех мира. И его кратчайшая проповедь. Покайтесь, приближим, бойся, Царство Небесное. Начинает проповедь со слов предтечества. В чем же покаяния? Кто было покаянием первой проповедованной предтечи, И же имеет две одежды, да даст неимущим, И кто имеет пищу, творит агент. А теперь покаяние следующее. Не только отдать, у кого две одежды, Неимущим. А и кто требует у тебя верхнюю одежду, Отдай ему и строчиться. То есть и нижняя рубаха. И все мы оставим вся, И вслед тебе и Духом. То есть покаяние, братья и сестры, Здесь уже для нас крещеных, Требующих покаяния нового, Что и бывает всегда, Духом Святым. На Духу, как говорили в старые времена старые люди, Исповедь, на Духу быть перед Крестом и Евангелем. Вот оно покаяние, крещение огнем и Духом Перед Крестом и Евангелем. Оно в том состоит, Что крайне обещает человек Сердечную искренность и подлинную свежесть, И подлинную новизну. «Восторгнутые глазы в пищу души», Написал Дмитрий Ростовский. Слово такое «восторг» есть в русском языке. Сейчас неупотребляемое. Или употребляемое спекулятивно, неправильно. А это означает, когда Эти восторгнутые пищу души, Класс, то есть колосик, Пшеница Христов, Приносят плод покаяния. И мы восторгаемся. И мы умиляемся. И мы сокрушаемся. И мы следуем за Господом, Как в первый день творения. Как заново рожденные. Потому что воистинности есть кровь моя Нового Завета. И только так и можно. И больше никак. И чем ближе к старости и к смерти, Тем больше. А не меньше. Вот что пишет сегодня Феокон Затворник, Его же память совершает. А вообще на любой день открываешь его, Как и Иоанна Кронштадтского. Вот столько вот прочти, И хватит на каждый день. Можно и на каждую ночь. Аминь, аминь, глаголи вам, Еликащица, Бросите от Отца во имя Мое, Даст вам, Сказал Господь. И еще раз подтверждение. Аминь, аминь, глаголи вам. Какой стыд для нас, Что мы не умеем пользоваться Таким неложным обетованием. И добро бы только нам стыд от того, А то наводится тень на самообетование. Как глубок ум Святителя Христова. Не зря он ушел в Затвор. Обострился там его ум. И он бьет Самую-самую-самую точку. Действительно, Мы все поражены Этой болезнью. Не верим. До того доходит, Что проповедники проповедуют. И катехизаторы катехизируют. С помощью Слова «Если». А как же, говорит Достоевский, Так хорошо сказал. Если Бога нет, То какой же я унтер-офицер? Если Бога нет, То все позволено. И дальше «Если». Мне докажут математически. Не хочу дальше, братья и сестры, цитировать. Этот тлен. У верующего нету «Если». А «Если» – «Если» у неверующих. Вера и покаяние начинаются там, Где отступает «Если». Всякое сослагательное наклонение. Неужели это непонятно? Вот здесь об этом речь. Наводится тень. На плече, на плече, наводится. На самое обетование. То есть на слова Господа Иисуса. Это вражеское искушение. Что, якоричие Бог, вам? Смертью умрите. Так ли это? Нет. Вина все на нас. И тень в том состоит, Что будто она слишком далеко и неисполнима. Вина на нас. И главным образом в том, Что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми. И совесть не дает нам чаять Какой-либо милости от Господа. Вот оказывается, в чем причина, В чем вина. Неисполнение наших прошений. И уныние. И отчаяние. Она в том, Что говорит святитель Феопан Закурник. Очень точно. Ее диагностируют. В самом точном образом. Точнее не бывает. Не вокруг, да около. А в самую точку. В чем состоит она? Еще раз послушаем. Совесть не дает нам Чаять какой-либо милости от Господа. Дальше вернусь. На этом установимся. Ты просишь, А совесть не чиста. Ты просишь, Ты нажимаешь, А не можешь просить сам. Совесть не дает просить. Совесть не дает просить. Рыльца в пушку. Ты не можешь просить. Что же делать? Конечно, хорошо, Что совесть есть, И нету бесстыдства. Запинает совесть, И ты не можешь просить. Возлюбленный, А еще совесть наша, А еще сердце наше Не зазрит нам, Дерзновением им и к Богу. И вот мы не имеем его. Что же делать? Очиститься всем сердцем, Покаяться. В чем она запинает, В том и принести покаяние. Без обиняков. На это нужно мужество, Конечно, огромное. И плоды покаяния, И плоды покаяния, Что человек запоминает, Это воистину духовный опыт. Его с собой не унесешь, Его к себе никуда, За пазуху никуда не положишь. Это не тот опыт, О котором говорят на Руси, Что его не пропьешь. Или мастерство, Некоторое алкоголь, Знаете, говорят, Мастерство не пропьешь, Пропьешь. А здесь, Здесь, Как раз то, Что, Вот оно, Сейчас оно есть, И мгновенно его нет. Ты не можешь его удержать. Оно ничем не удерживается. Дерзновение к Богу. Поэтому мы должны идти, Буквально, Вот как по ножу, По лезвию. За каждое слово, За каждый взгляд, За каждый ропот сердечный, За каждую мысль, Неблагою. Мы валимся, Падаем. И не за что ухватиться. И когда, По милости Божией, Божия Матерь, Ангел-Хранитель, Дает ухватиться, Непостижимое, За эту веру, Невидимую, Вера, Покаяния, Молитвы, Тогда все больше и больше Укрепляется в человеке покаяние. И Плоды Ищет он принести, Которую в добрежь не приносит. Вот как пишет об этом, Опять почитаем, Святитель, Угодника Божия, Павла Затворника. Прося чего-либо особенного, Надо держать неотступность И неутомимость В молитве. Не только совесть чистая, Это первое. А второе, Вот это неотступность И неутомимость в молитве, Подобно вдове, Которая и без сердца, Богосудею, Докучанием своим, Заставила, Буду, Блитворить, И я прошу. Настоящие молитвенники, И спрашивая, Что-либо в молитве, Соединяют с молитвой Пост, Бдение, Лишение, Всякого рода, Всякое благотворение, И при том, Просят не день, Не два, А месяц, И год. Зато и получают. Им и подражайте, Если желаете иметь успех В молитве. Смотрите, Какая концентрация В этих коротких словах. Он знает, О чем пишет. И мы должны знать, О чем здесь написано. Это не что иное, Как дела покаяния. Вот это вот самое, Пост, Бдение, Решение, Всякого рода, Какого рода решение. При чем тут покаяние, Спрофишь, А при том? То, Когда каешься, Например, Что обнес человека, Обидел, Огрубил. То, Что считал раньше решением, Начинаешь считать приобретением. Когда тебя кто внесет, Или хватанет, Или Еще что-то сделает Неприятное. Когда каешься в своей болтовне, Тогда, Перестаешь, Всякая лыка в строку ставить, Другим Людям. Пусть тоже Не безгрешно. И тогда И лишение другие, Невидимый мир, Отказ в себе во многом, Что Бог только знает один. И Еще Всякое благотворение, А это что? Это милости. Милости нетайные, Тоже являются Проявлением Покаяния. Когда кто воистину кается, Перед Богом, То знает. Начинает ему Бог показывать, Как Дать милости. И кому. И в чем. Ой, Это величайшая вещь. Милости. Не только деньгами, Одеждой. Не пищи, Но и Многими другими видами милости. Неукорением, Необнажением чужой ноготы Духовной. И так далее. Покрытием. Милостивным покрытием Чужих немощей. И вот Такая пища Начинает Видеться Человеку Его мысленному взору. И начинает Алкаться, Желаться Его сердцу. Это пища. Это покаяние. И это уже покаяние, Братья и сестры, Наше, Христианское. И предтеча был Христианин до Христа. Он Ему служил, Его светильником был, Его пророком, Мучеником за Него, За Его пророком. Но крестил Он еще Крещением Только подготовительным. А мы крестились Уже полным крещением. Поэтому наше крещение Новое, Покаянное. Оно Не только В исповедании Грехов своих, А в принесении Плодов. Плодов Покаяния. Покайтесь, Приближуйся Ко Царство Небесное. С праздником вас, Дорогие братья и сестры. С Богоявлением Господним. Аминь.